Всем привет! С вами Слава Игрушкин. На прошлом обзоре петушка многие обратили внимание на ламу. Они одни не попали ни в один в обзор. Как бы я не старался брать только лесных животных, у нас, видите, появился вдруг лемур. Ну и на самом деле, ну как она могла не появиться? Вы только посмотрите. Длинные фиолетовые лавандовые волосы, боковым пробором, просто прямые, просто красивые. Сама она серая, очень хорошее сочетание такого черного, белого, серого, фиолетового. Печать под лемурчика. И это очень похоже на мощные смоки айс и на странные довольно пятна лемура. Может быть, можно было как-то поиграть немножко аккуратней. Но в целом радует, что и брови фиолетовые, и не хочется стереть ей все это. И вот на самом деле моя, если ее прямо поставить, посмотреть по сетке, ну не очень ровненькая, но с этим нагруженным макияжем, как я всегда говорю, реврота меньше заметна. Ну, а прошивка Enchantimals, как была хорошей, так и осталась. Уже радует, потому что, как бы, некоторые линейки имеют тенденции к последующим выпускам скатываться. Но здесь совершенно не так. Ее, правда, вот, желтая такая, что это, топик, я не знаю, что это даже. Вообще не очень люблю одежду без рукавов. Очень выбивается этот желтый цвет, ну, поддерживается дальше юбкой. Тоже на резиночке, верлочный край. Сначала я ее захотел по промо, потом перехотел, потом увидел в магазине, и, как бы, уже я себя не спрашивал ни о чем. Взял на кассу, пошел и купил. Кстати, вот недавно, когда брал петушка, появилось очень много лемуров. Но все они были какие-то странные. У нее как-то глаза были наверх, и сами глаза какие-то были круглые, странные. Не знаю, что еще про нее рассказать. Я ее купил летом. Здесь, как у белки, крепится. Там дырочка, и на ниточке хвостик как-то крепится. Не будем ломать. Сам он такой пушистый, полосатый, с оберлоченной стороной. Стандартно. В принципе, тут реально у девочек обозревать нечего. У нее еще и тело такое, какое у меня уже было. Все эти вещи мы знаем. Ну, не говорю, что интересно, но только обувь с этим цветочком. Хороший цвет. Цветовая гамма в целом, я немножко ее не понимаю, потому что этот желтый, я бы заменил, может, на какой-то розовый, опять же, вот этот мятный цвет. Немножко оно а-ля по вату. И в ухе. Уши такие плоские достаточно, на самом деле. Очень плоские такие, знаете, реально имитации. То есть, как вы видите, идет имитация, как будто бы ухо заходит и перекрывает с собой же, да. Заднюю часть, а в итоге это все так плоско, и цветочек этот молдированный, желтый опять. Ну, и в целом, волосы, вроде, после коробки в нормальное состояние пришли. Они немножко странной формы вот здесь. Такой вьюм. Но, в целом, их можно еще нормально положить. И, кстати, очень интересный питомец, который в такой, ну, с этим креплением ужасным, конечно. Но в такой интересной позе, динамичной, как бы он, как будто бы ползет. Сам он не кривой вроде. У него также цветочек. Ну, ничего особенного, но хорошо сделанный питомец. Я повторю, что он не похож на подушечку. Он же такой интересный, формы, как бы узнаваемый какой-то. Вот он полностью на четырех лапах, у него нет плоского основания, поэтому и нет дырочки для крепления в плейсет. Хвостики у них похожи. Ну, то есть, одинаково. Даже это не белый с черным, а какой-то серый с черным. И именно вот такая, видимо, рисунок комментировался. Не знаю, может быть, вот этот угол верхний можно было чуть-чуть в сторону отвести, чтобы как бы еще сделать глаз более таким треугольным, более, более, более. Хорошо, что, знаете, хотя бы нос не стали вот такой делать, если они имитировали вот это. Не могли еще вот такую носяру, весь рот сделать черным вот таким каплей. Ну, и было бы весело, конечно. Я не буду, наверное, повторять каждый раз, что в любой кукле есть шиммер, блестки, даже в петушке они были. Все-таки это уже просто у всех так оно, это особенность, в принципе, бренда. Ох, лама! Что про ламу? Если увидев промок, вот это я прям захотел, и белого тигра с ней вместе я хотел, но белый тигр меня так вживую, и не зацепил, я не нашел ровную, не нашел красивую. Ламу я по первым промок даже как-то не особо и заметил, и не хотел, но когда пришел в магазин, и когда увидел эту девочку, ну вот скажу опять же, что вроде бы, как бы, ничего в ней нет. То есть, это фиолетовые волосы, такая неформалка, немножко она готичная какая-то, немножко она вызывающая, немножко она мрачная и вот такая вся драматичная. Ламочка же, божечки мои! Лама, вот она лама, понимаете? Пушистая, мягкая, кучерявая, милая, добрая, приятная. Все, что вот с ламами связано, какие-то стереотипы есть же про ламу и образ ее, в принципе, да, такой мягкий и добрый. И вот она такая оказалась. Я очень ее захотел, но не стал брать. Потом пришел, мне очень повезло, совпало, что она снова появилась, ее не было долго. И были скидки, и все, я тоже взял и пошел, уже как бы не мог сопротивляться. Хотя, я изначально говорю, не хотел ее даже. У нее интересные уши, они, как и у всех, приделаны отдельно, пластиковые, они такие длинные. Ну, какие они и должны быть, да, у ламы, они очень похожи. Ну, это такой интересный эффект делает. Они таким треугольником, так немножко внутрь острые, высокие. И вот это украшение на ней, но на гвоздиках этих. Я не хочу его снимать, потому что я понимаю, что я фиг надену нормально. Но крепится оно как бы за ушки. Не уверен, что он будет держаться, поэтому не буду откреплять. И вот такое интересное украшение с, вот как это назвать, ну, ленточка, скажем, да, полоска ткани, петельками. Очень такая праздничная, очень какая-то такая, знаете, с цветами этими. Но на самом деле напоминает немножко, конечно, вот эту всю Катрину, мексиканское что-то, но далеко не оно. Хотя, черт его знает, может, оно как-то и связано. У ламы тоже такое же крепление, за ушки, но здесь на резинке украшение. Оно очень похоже, просто поменьше. Ага, на голове торчит, по-моему, у кого-то так было. Макушка, кусочек меха. Сама лама очень прикольная. То есть, ну, личико у нее довольно стандартно стилизовано, глазки такие вниз опущенные, внешние уголки. Но у нее интересное тело такое. Ну, видно, что она пушистая, очень объемная, очень, знаете, такая скульптурная вещица. Привязана, опять же, резинками на шею украшения с листиками и цветами, которые без него вообще не представляют, как должно держаться. И вот такие поводья, тоже интересные, с цветочками, с висюльками, здесь кисточки и крепление для рук. О, такие интересные, прям подобно пальчику, как варежки. Чтобы плотно сидело, видимо, чтобы куколка не падала. Самой куклы, опять же, смотрите, макияж. Вот минимальное соотношение с животным. То есть, носик нарисовали, но если его стереть, будет просто девочка. С очень светлой кожей, с просто розовыми губками, голубыми глазками, розовыми тенями. Никаких прям ядренных, таких, вызывающих макияжа у нее нет. Волосы офигенного цвета. Они очень мягкие, прекрасно прошиты. И, если честно, я боюсь их расчесывать. Я, по-моему, даже не расчесывал полноценно их с тех пор, как распаковал летом. Потому что я боюсь, что они просто потеряют форму и эффект весь. Так что, лучше я не буду даже расчесывать. И вот здесь, я, как говорил в обзоре петушка, сыграл момент, что у нее совсем другое тело. Такие ручки, немножко согнутые вперед, чтобы держать по воде. Такой интересный топик с круглым вырезом и, опять же, треугольным. Кстати, треугольный только нарисован, а круглым альтерован. Ну и цветочный узор. Юбочка на резиночке, оверлоченная. И, опять же, что-то мексиканское напоминает. Не хочется совершенно ассоциировать, потому что она очень жизнерадостная. Очень интересный у нее хвостик, опять же, откуда-то из спины. Совсем не из того места, где позвоночник кончается. И очень необычно обработан край такими треугольниками. Раньше были только полукругами. Какой-то вот прям очень национальный этнический наряд. И еще одна особенность этого тела, это, конечно, гнущиеся коленочки. Мне казалось немножко, что есть молдирование шерсти, но нет, его нету. Ну, гнутся они постольку-поскольку. Девочки, видимо, только, чтобы сидеть. Кажется, вот я когда так делаю, сгибаю, он прям сильно этот штырек выгибается. Я его как будто мну, и он белеет. Я просто хочу согнуть ножку. Немного непродуманно на самом деле. Такого у Mattel не было. Но они тугие очень при этом. И вот такая обувь. Когда, в принципе, не очень присматривался, к ней здесь цветочек, цветочные узоры, платформочка, дырочки для плейсета. И вот здесь ушки, я так понимаю, ламы. Как-то обувь меня не впечатляет. Обувь как обувь. Есть она и есть. Мне, кстати, очень понравилось. Опять же, вот это, с одной стороны, декор, такой яркий, такой обильный декор. Очень-очень легко было скатиться в безвкусицу. Но при этом они так грамотно подобрали эти цвета, что как бы и не скатываются. Как бы да, здесь нет какого-то фэшена. Знаете, есть атмосфера, на самом деле, у куклы. Как бы, Perdorables, я всегда говорю, что самый позитивный бренд сейчас на рынке, который так же, как бы, ни на что не претендует. Но все равно, у них есть там заскоки на стиль, у них там есть тренды, все дела. Enchantimal, знаете, они живут как будто бы в какой-то, ну, параллельной вселенной. В общем, конечно, девочка очень классная. На самом деле, я не понимаю, почему именно даже вот просто со стороны люди видят обзор, и они прям большое внимание обращают на Ламу, на то, какая она классная. У нее реально мягкие волосы, наверное, не как у Enchantimal, даже не как у Мишки. Они такие ближе к мотелу такого классического образца, качественного волос. Если честно, для меня остается загадкой как бы внимание к Ламе людей, но при этом сам я ее купил тоже. Не смог пройти мимо, и распаковывал я ее, конечно, в один такой сложный момент, что для меня эта Лама совсем уж показалась, знаете, символом такой наивности, не наивности, знаете, детской простоты и убежденности в лучшем, потому что, когда я ее распаковывал, у меня, ну, реально там очень красиво заворачивается волос, когда так делаешь. Они так блестят, красиво, цвет такой классный, очень красивое лицо. И я хотел сказать, что, когда я ее распаковывал, было очень грустно, скажем так, потому что, она лучше, она, как вам сказать, ребята, такое ощущение, что она входит из коробки в этот мир, а тебе стыдно за него, вот такое ощущение, тебе стыдно и страшно признаться этой кукле, что мир не так хорош, как она ожидает, вот знаете, у меня был именно вот такой посыл, когда я ее открывал, знаете, с лемуром такого нет, она просто красивая, она как бы, она выглядит так, как будто бы она знает о жизни что-то, она такая, перешла уже такой подростковый возраст, все эти ломания, все эти тяжелые годы, там, депрессивные, и такая, знаете, адаптировалась в этом мире, а ламочка, она настолько беззащитная, она настолько светлая, и, знаете, удивительно, что я говорю эти вещи про простых детских игровых кукол в дешевом очень сегменте, который Мотел как бы клепает, но при этом вот иногда реально получаются вот такие очень интересные куклы, знаете, вот они без претензий, это не ЧСВ-шницы, как Лол, ОМГ, это там не какие-то там Вальд Хардскрю, сердца на рукавах, и мы там такие все опупенные, просто, просто куклы, просто, вот знаете, улыбающиеся, вот, приятные куклы, никому они ничего не доказывают, они, ну, как дети, понимаете, действительно, очень подкупают, и для многих, наверное, остается вопросом, зачем вообще коллекционеру взрослому покупать Enchantimals, ну, я вам скажу, что, что очень скучно смотреть на статичный кадр, я знаю, но если вы досмотрели, значит, вам интересно, я скажу, что они разбавляют, они дарят то, чего не хватает в остальных, по-моему, где-то я это говорил, а, когда я как раз спонтрел Пинки Купер недавно, обзор свой, хотите, посмотрите, тоже где-нибудь ссылку ставлю, и вот, куклы разные нужны, куклы разные важны, и, действительно, важно то, какой вы отклик находите в конкретной, кукле, потому что, вот знаете, делать обзор, сказать, что у него волнистые волосы, голубые глаза, это скучно, а люди любят, когда я болтаю, а болтать, чтобы нужно крутить перед камерой кого-нибудь, блин, почему это так сложно, мне было так скучно, в дальнейшем, я, пожалуй, тогда уж выставлю всю коллекцию, Enchantimals, мой мальчик, первый, пока единственный, Мишка, кстати, вот у него действительно волосы, они вроде как мягкие, вроде как, не такие кучерявые, как у Ламы, я Медведя вообще брал, потому что просто, он медведь, а это моя тема, Леня брал, потому что просто тоже, просто-просто, фиолетовые волосы, милая личика, на самом деле, я повторюсь, я до сих пор не понимаю, почему люди такое внимание обращают на Ламу, при том, что, ну, для меня сейчас, она, не то чтобы фаворит среди всех, но она как-то наибольшим образом, в наибольшей степени, ням-ням-ням-ням-ням, как бы отражает суть бренда, скажем так, вот эта у меня, по-моему, одна с таким телом, белочка, вот такая, вот эти белка, она еще подушка, видите, и, как бы, остальные просто милые, а это вот она, прям какая-то, ну, не хочется прибегать к словам, типа, типа, она немножко нездорова, как сказать-то, блин, корректно, оу, особенный ребенок, скажем так, она немножко выглядит, по-моему, это все мои Enchantimals, ну, ты понимаешь, вот, я не знаю, вот на нее смотришь, и понимаешь, как бы, я, может быть, конечно, смотрю со своей колокольни, совершенно точно, я смотрю со своей колокольни, но, у меня она вот таким образом, в голове отпечаталась, что, отпечаталась, да, кукол же мы покупаем, иногда, в трудный момент, или вот распаковываем, она у меня, впрочем, тоже лежала несколько дней, не знаю, сколько в коробке на работе, и распаковал я ее, когда мне было совсем хреново, и очень таким впечатлением, у меня сильные от нее были, и, например, мышку я в магазине усмотрел, присматривался, и она мне, как бы, нравилась, типа, ну, да, там, через год, да, со стальной крысы взять, там, все дела, но, такое ведь, понимаете, как бы, вроде ничего, говорят, с ними еще обзор, Enchantimals, я понимаю, что мне, как бы, не нужны эти, как бы, что стоит она, что не стоит она, а вот, лама, она вызывает определенные эмоции, на самом деле, просто красивая кукла, как минимум, но, любой куклу, наверное, можно уделить своими, какими-то, переживаниями, поэтому, не буду утверждать, что она такая, прям, просто потому, что, прямо, она сама по себе, такая, у меня в голове, какая-то особенная, но, но, то, что все просят снять на нее, ну, не просят снять обзор, прям, какая классная лама, как бы, не убеждает лишний раз, что что-то в ней есть, еще, помимо, вот, просто красивого, или нет, скажите мне, наконец, в конце концов, действительно, ответьте вы мне, в комментариях, нравится ли вам лама, чем она вам нравится, если нравится, скорее всего, нравится, я не встречал, как бы, людей, которые вам сказали, фу, лама, говно, либо, ну, ничего не говорят, либо, хорошо, один в трём, это сейчас прозвучало, конечно, но, факт, а на этом, все, наверное, ну, наверное, если бы мне хотелось поболтать, я бы устроил стрим, может быть, кто-то хочет еще поболтать, хотите, как хотите, спасибо, что досмотрели это видео до конца, вы большие, молодцы, я говорю вам, пока-пока, иногда покупаешь, вот, венчантимол, ты реально думаешь, а зачем, вот, белка, например, самая спорная у меня, я сейчас понял, что у нее единственное такое тело, и поэтому, скорее всего, я ее тоже не продам, мне нравится цветовая гамма, ну, понимаете, чего-то в ней не хватало, возможно, нужно стереть вот эти брови странные, потому что, которые не брови, а эти полоски над носом, слушайте, надо попробовать стереть, люблю стирать, а вот я ему нос стер, кстати, если вы не заметили, стало лучше, остальное решил не трогать, медведя, вот, я вот тоже ничего не стираю, фиг с ним, этим стирать нечего, вот, у этой печать, как у кошечки новой, и обувь у кошечки новой, такая же, все стырило, и некоторых смущает форма белой части, а кошечки она более контрастная, поэтому, больше вызывает людей ассоциаций неприличных, но, вот, пока не сказали, я даже и не думал, про эту ракету, надеюсь, что еще мальчиков выпустят, ой, кстати, вы слышали, да, выпускают же новую северного оленя, какой-то там еще волк серый другой, и какая-то еще сова полярная, что ли, вот мне олень северный, прям сильно нравится, поменьше волк нравится, сова, птички, в птичке мне, вот знаете, следующий этап, я не это, не покупаю птичек в Enchantments, но при этом петушок, он как бы, как бы он уже птичка, уже нарушил свое же правило, кстати, вот гепарда я еще упустил, и белого тигра, вот насчет гепарда, я что-то как-то не жалею, как бы, ну нету его и нету, и ладно, хотя она мне нравилась в свое время, наверное, белку бы, если бы я не купил, не жалел бы, но у меня типа тела, такого опять же нет, повторюсь, вот у этих, кстати, один тип тела, из первых, у этих второй, ну как я считаю, это и третий, это и четвертый ездовой, это пятый мальчачий, кого еще, зебра прикольная, не жалею, жирафа прикольная, красивая, она очень красивая была, жирафа, но опять же, ну может чуть-чуть жалею, что не взял, потому что сейчас у меня далеко уже не лесная компания, и она бы уже вписалась, но, такой вопросик, нужна ли она мне, не скажу, что прям вот, я бы не смог обойтись без нее, знаете, она, для меня кукла красивая, это еще не все, она должна быть еще милой, доброй и приятной, поэтому как бы на жираф пролетела, кого еще, а, белый тигр, я так говорю, не нашел ровную, не нашел с удовлетворяющей мне печать, она какая-то странная мне показалась, я вообще решил мне брать, захалтурно напечатана была, ежик, нет, не хочу, свинка, свинка, кстати, свинья, это и странный продукт, потому что она появилась прям среди первых, и она свинья, она домашнее животное была, единственная, откуда она там, почему, но очень красивая, но не сказать, что прям супер милая, но была она красивая, я опять же пересмотрел много кукол, по разной цене, но все были кривые, ни одну не взял, наверное, не так уж и надо было, вот она, свинья, наверное, жираф примерно вот одной категории, просто красивая, еще была енот, вот енот, она типа белки, она тоже темно-коричневая, у нее фиолетовый, темно-фиолетовый насыщенный, волос, прикольное, лицо у нее там по печати, может даже примерно как у, как у лемура, и кстати, когда я брал лемура, я думал, ну типа, сойдет за енота, в лесу же живут еноты, будет у меня лесная, будет енотом, многие даже не скажут сразу, что это лемур, очень забавно, лама уже точно не лесная, кстати, тоже домашнее животное, достаточно, но меховое, ну в смысле шерстяное, его не жрут, и не эксплуатируют, просто стригут, это гуманно, гуманно, хотя эти коврики, разные, конечно, применение находит в себе лама, но не суть, что еще, ком я жалею, что я не купил, енота бы хотел, жирафа, может быть, свинку, да, ну из старых коллекций, которые я не найду, не хочу как бы искать особо, попадется, так попадется, так нет, вот, вообще спасибо, хочу сказать отдельно, детскому миру, за скидки, потому что вот, вот кого-то я прям приобретал по скидке, очень было в тему, и вообще офигенно цена выходит, я повторюсь, что цена-качество в Enchantimals соответствуют друг другу, вот я сейчас вижу, какая бледная печать у медведя, на самом деле, конечно, от волны к волне, очень отличается печать лица, я не знаю, был волк у меня в магазине, она была такая, ну, адекватной ровности, и маленький волчонок у него был ровный, вот, я сосомневался, не взял, может быть, за 320, ой, нет, 420, рублей стоило бы взять дубль, и сравнить, и выбрать, может быть, то, что мне нравится, но, как бы, это хорошее, но у той были глазки, как-то более, более, как бы, то, что я бы ожидал увидеть, а, слушайте, сейчас начну ныть, что лучше бы я ее взял, а, нет, блин, не надо, ненавижу эту дилемму, когда у тебя кукла кривая, ну, она не кривая, просто особенности печати, да, вот так издалека нормальная, красивая, долго еще искал, потом у нас фигня вообще появлялась, а та, которая последнюю видел ровненькую, она какая-то тоже была с пятнышками странными, ну, можно было стереть, я думаю, вот не люблю ситуацию, когда у тебя остается такая, а ты где-то видел ровнее, и такой, вот, типа, но, подождите, стойте, но, но ведь, вот такое ощущение, типа, тебе приходится мириться, со своими куклами, не люблю вообще, я тут недавно пост писал о том, как нужно не мириться с кривыми куклами, прям кривыми, ну, прям, откровенно дефектными, не дописал, отложил, люди не любят, когда я говорю про ровность, потому что, ну, типа, я таким, доебчивым кажусь, но суть-то в том, что, я уже говорил, что, малейшие какие-то движения, да, на миллиметр, на таком маленьком лице, они сразу меняют образ, это раз, во-вторых, я в художке же учился, мы рисовали греческих богов, статуи, и там, когда ты кривил, тебе не подходили, не говорили, ну, типа, ну, у людей же тоже, глаза, они симметричные, бывают, правда, ну, разные же люди бывают, ну, отлично, садись, у тебя пятерка, экзамен сдан, до 100 баллов, нихрена, для нас это был важный критерий, мы в институт поступали, по этим головам гипсовым, поэтому, наоборот, я когда видел в жизни людей с кривым лицом, я думал, что он похож на плохо нарисованный рисунок, это правда, такая, право, деформация маленькая, наверное, это действительно будет блок болтовни, потому что, кто-то любит послушать болтовню, кто-то ставит на фон, и слушает, привет, если ты поставил на фон, и слушаешь это где-то, занимаясь своими делами, хорошего тебе дня, и успеха в твоих делах, а на этом, наверное, я закончу болтовню, может, в следующий раз, что-нибудь обсудим, можете в комментариях писать, я отвечаю на все комментарии, я сижу каждый день, проверяю комментарии, ребята, пишите их, я отвечаю на все, немножко потом отслеживаю, что мне отвечают, может быть, отвечу на ответ, но, как бы, я стараюсь всем ответить, если у вас какие-то вопросы, или какие-то возникли идеи, или что-то хочется обсудить, или спросить, или ням-ням-ням, высказать свое личное мнение, или просто сказать, спасибо, Слава, у тебя такие классные видео, люблю твои видео, не бросай YouTube-чейк, который очень сейчас шалит, у меня статистика под петушком полетела по звезде, поэтому не очень мотивирует снимать дальше, и, наверное, я немножко на какое-то время перестану выкладывать видео, посмотрим на самом деле. А на этом все, спасибо, если вы послушали этот подкаст, вы большие молодцы, а я говорю вам, пока-пока.